О важных правилах, которые стоит помнить родителям школьников, нам сейчас расскажет педагог-психолог Наталья Александровна Савинская. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Наталья Александровна. Ну, давайте, может быть, начнем с самого начала. Зачем детям ходить в школу? Когда я спрашиваю детей, зачем вы пришли, дети отвечают, а мне купят новый портфель, а мне подарят новый телефон. То есть мотивация вот такая, да? А родители говорят, ну как, ну время подошло, в 7 лет нужно идти. Для того, чтобы заинтересовать ребенка идти в школу, то есть, как мы сейчас говорим, модное слово, замотивировать, мы должны его как-то к чему-то привлечь. Вы понимаете, дело в том, что школа, само обозначение школы, это с древнегреческого называется досуг, то есть времяпровождение. То есть сейчас, говорится, молодежь, позвольте сказать, тусовка. И они идут в школу, но тут обязательно должна быть ваша подача. Для того, чтобы заинтересовать ребенка идти в школу, то есть, как мы сейчас говорим, модное слово, замотивировать, мы должны его как-то к чему-то привлечь. Недавно одна мама пришла и мне сказала, скажите, пожалуйста, как заставить ребенка учиться? А я говорю, а что значит заставить? Что вы сделали для того, чтобы он сам заинтересовался? А что сделать для того, чтобы он заинтересовался? Вот мой ребенок скажет, ну вот я не хочу идти в школу сегодня. Ну, пожалуйста, тогда вы должны объяснить, он не скажет вам сегодня, что он не хочет. Вы завтра должны ее приготовить, девочка или мальчик, ваш ребенок, да? Должны приготовить, сынок, доченька, ты знаешь, завтра мы пойдем в школу, ты уже становишься взрослая. Я иду на работу, у тебя сейчас тоже появляется своего рода работа. Мне бы очень хотелось, чтобы у тебя появилось... Не говорите, ты должна приобрести друзей. Мне бы очень хотелось, чтобы ты многому-многому научилась, чтобы у тебя появилось много интересных для тебя друзей. Понимаете как? Именно для нее. Не чтобы ты просто была всем интересна. Нет, это не клоунада. То есть, а чтобы заинтересовать собой, надо работать над собой. То есть вы уже ребенка заинтересовываете быть лучше. И тем не менее, если она будет... Даже я вам скажу, надо, чтобы дети были где-то эгоистами. Пусть меня родители просят, что они сейчас поймут, почему я это объясняю. Потому что давайте изначально, для чего вы учитесь? Для себя. Чтобы быть лучше, чтобы быть в совершении. Согласны? Конечно. Согласны, да? То есть, в принципе, это же эгоизм. Если я буду иметь определенное знание, интересное для всех, я буду интересна всем. Ко мне будут тянуться. И я буду получать в то же время полнейшее удовлетворение, кайф, как говорят дети, от того, что я кому-то интересна. Но прежде всего это работа над собой. То есть вы должны объяснить ребенку, что заинтересовать его, как же одна мама сказала, она сказала, привить. Потрясающее ключевое слово, привить. Привить интерес к знаниям. Это значит заинтересовать. Начинаем буквально с тех, как только ребенок родился. Ребенок родился для вас, это ваш ребенок. А, к сожалению, у нас бывают такие моменты, когда сначала мама говорит, ой, боже мой, когда же ты первое слово скажешь? Когда же ты уже пойдешь? Ребенок уже пошел. Да куда же ты идешь? Когда ты будешь сидеть и молчать. Когда ты сядешь и будешь сидеть. Потом ребенок много. Почему, почему? Да когда же ты уже замолчишь? Не борщ надо говорить. Ребенок думает, что он в чем-то виноват. Любите своих детей. И все. Просто любите. Когда вы будете любить, у вас будет желание им все отдавать. Не в денежном эквиваленте. Вы зарабатываете не для детей. Вы зарабатываете только для себя. Вы совершенствуетесь только сами. Но ваши дети хотят быть с вами. Поэтому просто любите, объясните. Это новый класс в твоей жизни. Новые детки. Новое знакомство. Не надо этого бояться. Это общение. Научись этому. Хорошо. Вот другой вопрос. Как найти ребенку взаимосвязь с учителем. Вот тоже же бывают такие проблемы. Ребенку взаимосвязь с учителем. Вы знаете, я считаю, пусть на меня не обижаются учителя, я считаю, что это учитель должен совершенствоваться в том, как заинтересовать ребенка по отношению к своей персоне. То есть это урок для учителя. Заинтересовать ребенка. И когда он заинтересует ребенка, все будет хорошо. И ребенок будет учиться. И учитель увидит, что приобретая знания от каждого ребенка, он растет сам. Потому что каждый человек в нашей жизни делает нас. Мы делаем, но в то же время мы живем в социуме. И не зависеть от этого невозможно. А кем должен быть родитель для ребенка? Другом, прям вот родителем, чтобы ребенок боялся, уважал родителей. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, мне недавно тоже задавали этот вопрос. Кем должен быть? Во всяком случае, не начальником, а прежде всего другом. Потому что первый человек, которому ребенок все может рассказать и довериться, это только родители. Если родители его не будут понимать, начинается бродяжничество, начинается нюхание клеев и всего-всего остального. Не начальником. Прочтение. Как научить ребенка читать правильную литературу? Вот у меня ребенок, допустим, она где-то в журнале что-то увидела, вот прочитала, и это интересно. Как? У нас много дома книг есть. Но вот мы заставляем читать. Она очень хорошо читает и быстро читает, запоминает. Но вот как научить ее, чтобы она сама хотела читать правильную именно литературу? У нее придет время, когда она будет просто с книжек этих получать знания. Есть момент, литература интересная, есть литература необходимая. Поэтому сначала ее надо заинтересовать, чтобы она... Читайте ей сказки побольше, кстати. Пусть человек верит в чудеса, и это действительно работает. Есть даже такая, знаете, наука сказкотерапия. Поэтому просто дайте ей возможность читать. Не навязывайте свою точку зрения, потому что ваше мнение, оно сейчас выросло на определенном уровне. То есть вы взрослый человек, вы не до конца понимаете, как можно играть в барби, хотя многие мамы, бывает, покупают очень много игрушек, то есть в детстве где-то не доигралось. И поэтому дайте возможность... Или с ней играйте, с ней читайте, с ней разбирайте, понимаете, проигрывайте. Когда говоришь ребенку, допустим, вот не делай вот так, вот, например, мы рисуем на руках. Она сама придет к тому, что это хорошо, это плохо. Это нравится, это не нравится. Это удобно, а это неудобно. Учитель ругает, мне звонит. Пусть объяснит учитель. Почему нельзя? Ну, то есть надо объяснить, что будет, если ты будешь бегать, что будет, если ты будешь сильно рисовать. А может быть, наоборот, от того, что она рисует, кому-то понравится. Если вы ее ругаете за что-то, да, не надо. Объясните, почему. Или дайте пример. Или давайте, может быть, вы ей можете нарисовать мехинди. Знаете, узоры какие-то красивые. Может быть, она это видела, ей хочется так попробовать. Вы можете на ладошках взять яхно и порисовать. А давай вот здесь делаем. То есть вы должны ей предоставить альтернативу. Если ребенок хочет конфеты, а вы знаете, что вы сейчас должны его кормить супчиком. Вы знаете, что лучше дать яблоко, чтобы не перебить аппетит. Если вы говорите «нельзя», вы должны объяснить, почему нельзя. Слово «нельзя» произносить «нельзя». Понятно. Спасибо большое, Наталья Александровна, что пришли к нам. Это вам спасибо большое. Нам было очень интересно. Мне, как маме, например, я все поняла. А я многое для себя намотал на будущее.